Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис. И поговорим мы с вами сегодня о такой культуре, как хризантемы. Несмотря на то, что до цветения хризантемы еще далеко, мы должны сделать все, чтобы осенью она нас порадовала в полной мере. На самом деле, это про хризантему поговорка «Готовься, а не летом». Потому что размножение и рассадка этой культуры удается в полной мере только тогда, когда мы ее пересаживаем весною и в начале лета. Самый поздний срок для работ по размножению и пересадке хризантемы – это конец июня месяца. После этого трогать ее нежелательно, поскольку в этот момент она уже заложила бутоны, и все ее силы направлены на обеспечение полноценного пышного цветения, а вовсе не на укоренение. Естественно, кусты, которые недостаточно хорошо укоренились, они очень часто в зимнее время вымерзают и погибают. Либо бывают настолько ослаблены, что любой малейший заморозок весной приводит их к гибели. Разножают хризантему, как правило. В любительском цветоводстве – выделением куста. А в промышленных условиях мы размножаем хризантемы черенкованием. Предлагаю вам попробовать этот способ. Он на самом деле достаточно простой. Не требует никакого специального оборудования и никаких особых препаратов, знаний и умений, кроме желания размножить полюбившиеся вам сорта. Но если вы начинаете черенковать хризантемы рано весною, то маточники мы храним в непромерзающем теплом месте. Особенно это касается сортов, которые недостаточно хорошо зимуют в нашем климате. Это большинство хризантем группы мультифлора, а также некоторые сорта поздноцветущих корейских хризантем. Когда мы достали наши маточники, мы их подкормили, у нас начинают отрастать красивые зеленые побеги. Для того, чтобы получить с одного растения не 2-3 деленки, как при обычном делении куста, а не менее 10-15 новых растений, мы применяем черенкование. Черенкуются отросшие побеги длиною не менее 5-7 сантиметров. Нежелательно обрезать их у самой земли. Всегда оставляется как минимум 2 листка у основания, так, чтобы из этих почек впоследствии у нас начали отрастать новые побеги. После того, как мы нарезали наши побеги, мы берем черенки только закрытые, у которых есть верхушечная почка. У хризантем они дают наибольший процент укоренения. Для лучшего укоренения обычно убирается 1-2 листка внизу. Это те листки, которые мы будем помещать в почву, и они все равно нам ничего не дают, могут только привести к загниванию нашего побега. Чем хороша хризантема? Эта культура очень легко укореняется. Она не требует ни стимуляторов корнеобразования, ни каких-то особых хитрых субстратов для укоренения. Достаточно обычной садовой земли. Естественно, не стоит рассчитывать на хороший результат, если ваша земля глинистая. Все-таки, если это глина, то ее надо смешать с песком, либо с торфом, чтобы она была достаточно легкой и воздухопроницаемой. Черенки, которые мы нарезали, мы помещаем в грунт. Можно делать это под наклоном, чтобы у нас черенки наши не так сильно торчали из горшочка. Их мы сажаем достаточно плотненько, чтобы они притяняли друг к дружку. Когда мы посадили наши черенки, поливаем наш горшок, либо ящичек субстратом, и уносим его в затененное место, где наши черенки будут укореняться. Наилучших результатов можно добиться, если мы черенкуем в середине, в конце весны или в начале лета, когда мы их укореняем в затененном частичном месте. В начале весны, естественно, мы ставим в обычную теплицу, и они там прекрасно укореняются. Можно укоренять даже просто в грунте теплицы. Тоже прекрасные результаты получаются. Сейчас я вам покажу черенки, которые я черенковала 3 недели назад. То есть в земле, вы видите, они прекрасно укореняются, дают достаточно большие хорошие корни, что служит признаком начала укоренения. Естественно, сразу после того, как вы нарезали черенки и воткнули их в грунт, на следующий день вы увидите, что листочки у вас опустились и привяли. Это нормальное явление, не стоит по этому поводу сильно переживать, если вы будете поливать ваши растения. На 3-4 день все листки приобретут достаточный тургор и будут торчать, как солдатики, красивенько. Но это еще не признак укоренения. Когда вы увидите, что в серединке начали отрастать новые листики, вот это признак настоящего укоренения. Вот здесь видно, что старые листочки, вот они. А вот это уже, вот от этого момента, отрос новый побег. То есть это уже хорошо укоренившееся растение. Естественно, как только наши растения укоренились, их можно пересаживать, но желательно подождать хотя бы недельку. Потому что, в принципе, хризантемы укореняются за 15-16 дней в среднем. Бывает даже, что за 12 дней, в зависимости от того, какой сорт, в какой стадии он был нарезан, начеренкован. Ну и где-то недельку мы даем на полноценное укоренение, чтобы у нас были не только зачатки корешков, но и хорошие полноценные корни. Я обычно укоренившиеся черенки высаживаю по горшочкам до момента посадки в грунт. Ну а если у вас уже подготовлено место для посадки, если вы размножаете для себя эти растения, не на продажу, то вы можете сразу высаживать их в грунт. Единственное пожелание, что достаточно хорошо пролить надо будет эти растения, поскольку они все-таки были у нас в теплице. И если мы их перенесем сразу в открытый грунт, они могут не очень хорошо себя чувствовать, особенно если это полное освещение солнечное. высаженные череночки мы поливаем. И, как правило, где-то одну-две недельки им нужно дать, чтобы они в горшочке хорошо укоренились. Это хризантемка, череночек укорененный, который был укоренен почти два месяца назад. Вот можно посмотреть. Корешки у него уже начали прорастать, чем через дренажное отверстие на донышке горшка. И если мы достанем такой горшочек, то мы видим, что ком земли на нем держится. На этом черенке держится хорошо ком земли. Такое растение уже можно без опаски высаживать в открытый грунт. Оно перенесет пересадку отлично. Но если вы не рискнули заняться размножением хризантемы черенкования, то можете попробовать рассадить хризантемы. На самом деле, очень часто возникает у любителей такой вопрос. У меня был большой красивый куст хризантемы. Осенью он так цвел, прямо шикарно. Но весною я на этом месте ничего не нашел. В чем дело? А дело в том, что хризантемы, на самом деле, несмотря на то, что они считаются многолетником, это не такой уж и многолетник. Это не долговечный многолетник. И вообще, в идеальных условиях хризантемы желательно пересаживать как минимум раз в два года. А вообще, если вы выращиваете профессионально цветы и хотите добиться очень красивых кустов, то рассаживайте желательно каждый год. Признаком того, что вашим хризантемам срочно нужна пересадка, является то, что середина куста пустая, а побеги расположены в виде кольца отрастающие. Такие кусты срочно надо выкапывать и делить. Когда хризантема делится, не бойтесь того, что вы ее пересаживаете в жаркое время. На самом деле, если у вас есть полив, ничего страшного в этом нет. И даже вы можете добиться неожиданного приятного результата, который всегда радует тех, кто пытается достичь низкорослых хризантем. И добиться того, чтобы они были низкие, компактные и красивые кусты образовывали. Дело в том, что хризантема, она в условиях длинного дня, который у нас наблюдается в мае, июне и частично в июле месяце, она не закладывает бутонов. Она закладывает бутоны, когда день начинает укорачиваться. А в длинные дни она растет. Она растет в высоту. И если мы выкапываем хризантему в мае, в начале июня, то мы, травмируя корни этому растению, добиваемся того, что она приостанавливает свой рост в высоту. Когда рост в высоту остановлен, растение бросает все силы на укоренение. И за тот период, пока она укореняется, как правило, это около 2-3 недель, в зависимости от погодных условий и того, какой это сорт, какие у нас почвенные условия, мы достигаем того, что в среднем высота куста нашей хризантемы будет на 10-15 сантиметров меньше, чем если бы мы ее не пересаживали. Поверьте, иногда это очень эффективный прием получается. Деленки хризантем, как правило, должны состоять из 2-3 побегов. Причем они могут быть даже и рассыпавшиеся на отдельные части. Но в этом нет ничего страшного. Главное, чтобы это был у вас один сорт. Кусочки корневища, которые у нас есть, мы частично укорачиваем, оставляем порядка 5-7 сантиметров корневища с маленькими корешками, ну и надземная часть, в зависимости от того, какая она у нас отросла к этому моменту. Если у вас побеги уже достаточно длинные и вы хотите стимулировать ветвление, можно прищипнуть верхушку у этого растения. То есть вот это стандартные деленочки хризантемы, готовые к посадке. Из таких деленок, равно как и вот из таких черенков, к осени у нас разовьются полноценные цветущие кусты. Если мы соблюли срок посадки до конца июня. Хризантемы достаточно требовательные к освещенности участка, поэтому их высаживают на самых солнечных, светлых местах. Расстояние между рядами хризантем не менее 40 сантиметров, но в среднем достаточно 40-50 сантиметров. И между растениями в ряду достаточно 20-30 сантиметров. Все зависит от того, как широко вы их сажаете в ряду. Поскольку хризантемы обладают поверхностной корневой системой, которая склонна к израстанию и выпиранию из земли, очень хорошим приемом при выращивании хризантем является мульчирование. Мульчировать можно как соломой, как подвяленной газонной травкой скошенной. Можно использовать опавший лист. Все это способствует тому, что наши хризантемы будут зимовать лучше. Надеюсь, вы решитесь размножать хризантемы не только традиционным способом, но и освоите метод черенкования хризантем. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова